Лайман Фрэнк Баум Мальчики-охотники с удачей в Панаме Голова первая Я предпринимаю опасное путешествие Барк Небуходонасор пришел в Гаван-Челси в очень плохом состоянии. Исчезли грот мачта и бизань мачта, фальшборд разбит, пострадала корма, в корпусе множество течей, и сокращенный экипаж буквально падал от усталости, работая на помпах. Во время ужасной бури за борт смыло капитана, первого помощника и еще пять матросов, а те, что остались, вынуждены были поставить на фок мачте прямой парус и правдами и неправдами везти искалеченный корабль в гавань. И они это сделали не только из любви к кораблю, но и повинуясь инстинкту самосохранения. Небольшой корабль не затонул чудом. Как только изуродованный корабль бросил якорь в гавани, все моряки сошлись с него и предоставили судно воле судьбы. К счастью, агент владельцев корабля по имени Харлан жил в Челси и смог предпринять немедленные действия по спасению имущества компании. Небуходонасор был нагружен металлоконструкциями из Бирмингема, который должен был доставить в Сан-Педро, Калифорния, главный порт по доставке грузов в Лос-Анджелес. Груз был ценный, его стоило спасать. Поэтому мистер Харлан сразу отправил на корабль много рабочих, чтобы они законопатили щели и выкачали воду. И через 24 часа можно было не опасаться, что корабль затонет, хотя он все еще выглядел скорее как разбитая корыта, чем корабль. Затем агент целый день обменивался телеграммами с конторой фирмы в Нью-Йорке. Выяснилось, что выгрузка тяжелых стальных конструкций и перевозка их по железной дороге приведет к серьезным финансовым потерям. Очень велика плата за перевозку на такое большое расстояние. Не было другого корабля, способного отвезти груз к месту назначения. Либо удастся сделать Небуходонасор снова способным плавать, либо компания понесет огромный ущерб. Харлан был человек изобретательный и энергичный. Он сообщил хозяевам, что попытается подготовить корабль к выходу в море и сделает это быстро, и ему разрешили действовать. Были установлены новые мачты, проведен ремонт, и корабль привели в, возможно, лучшее состояние. Однако он все равно оставался пародией на корабль, и все наблюдатели считали, что у него минимальные шансы дойти до порта. Однако Харлан делал все возможное. Он пришел к моему отцу и сказал, «Капитан Стил, я хочу, чтобы вы отвели Небуходонасор в Сан-Педро». Капитан улыбнулся и ответил со своей обычной неторопливостью, «Спасибо, мистер Харлан, но я никак не могу выйти в море этой зимой». «Понимаете, мы тогда строили новый корабль «Чайка», который должен был стать нашей гордостью и радостью, и капитан считал, что его не смогут построить правильно, если он лично не проверит каждый брус и каждый шип, которые будут в корабле. Строители продвигались хорошо, и за зиму корабль должен быть закончен. Я знал, что ничто не заставит капитана оставить «Чайку» в момент завершения строительства». Мистер Харлан был серьезен и стревожен. Он откровенно говорил о том, в каком трудном положении оказался. «Понимаете, сэр, в этом деле на ставке моя репутация», — объяснил он. «Если что-то с этим грузом случится, обвинят меня. Единственный способ избежать больших убытков — доставить старый корабль в порт, и я понимаю, что выполнить эту задачу может только очень опытный и рассудительный человек. На всем побережье нет ни одного другого капитана, который мог бы это совершить, кроме вас, сэр, и мы можем достойно заплатить за это плавание». Мой отец принял комплимент, но не изменил своего решения. «Это невозможно, мистер Харлан», — сказал он, прижимая пепел в головке трубки и задумчиво глядя на группу слушателей. «Было время, когда я хватился бы за это предложение, потому что это возможность сразиться с суровым океаном на слабом корабле. Но сейчас все мое сердце с чайкой, и я не могу ее оставить». Тут он посмотрел на меня, и лицо его посветлело. «Однако нет причин», — добавил он, «почему ваше предложение не может принять Сэм? Этой зимой он вряд ли нам понадобится». Мистер Харлан нахмурился, потом с любопытством взглянул на меня. «Вы серьезно рекомендуете поручить такому мальчику, как Сэм, столь серьезное предприятие?» — спросил он. «Почему бы и нет, сэр?» — ответил мой отец. «Сэм-навигатор не хуже меня, и он доказал свою смелость и хладнокровие. Ему не хватает опыта управления кораблем, но он может взять с собой моего первопомощника Неда Бриттона. «Лучшего штурмана вы не найдете на двух океанах». Агент как будто заинтересовался. Какое-то время он молча думал, потом повернулся ко мне и резко спросил. «Вы возьметесь за это, сэр?» Я тоже думал об этом предложении, возникшем с такой поразительной неожиданностью. «На одном условии, сэр», — сказал я. «В каком?» «В случае неудачи, если вопреки всем вашим усилиям старый корпус пойдет на дно, вы не будете меня винить и примите это спокойно». Учитывая, что это человек решительный и обычно действующий быстро, агент думал долго. «Но я согласен. Условия я выдвинул серьезные, и он знал, что даже в самых благоприятных обстоятельствах исход плавания сомнителен». Наконец он кивнул. «Не знаю больше никого, кому смог бы довериться», — сказал он. «Вы только мальчик, Сэм, но я знаком с вашей историей и знаю Неда Бриттона. Если не считать самого капитана Стила, комбинация очень хорошая для того, чтобы обеспечить интересы моей компании. Я склонен договориться с вами, включая и это условие». Бриттон, который присутствовал при этом разговоре, неловко поерзал на месте. «Я не уверен, что мы сможем подобрать хороший экипаж, сэр», — сказал он, глядя на меня характерным взглядом своих круглых светло-голубых глаз. Этот взгляд также невозможно разгадать, как кусок стекла. «Ну, мы можем попытаться, Нед», — озабоченно ответил я. «Конечно, я возьму с собой Нукса и Брионию, и нам потребуется еще дюжина хороших матросов. Нед должен объяснить, что упомянутые здесь Нукс и Бриония — не гомеопатические лекарства, а два крепких смуглых островитянина с южных морей, которые носят эти нелепые имена и которые уже доказали свою верность и преданность мне, хотя были слугами моего дяди на боты Перкинса. «А что с экипажем, который привел корабль?» — спросил мой отец. «Разбежался, и сейчас никого не найти, сэр», — ответил Нед. «Почему?» «Говорят, что корабль преследует неудачи. Они все связаны с числом 13, и поэтому неудачи будут всегда». «Как это?» «Ну, я разговаривал со вторым помощником, который привел корабль. Он сказал, что они отплыли от Ливерпуля в пятницу 13-го числа. На борту было 13 человек, и это было 13-е плавание капитана, а в названии Небуходонасар — 13 букв, и корабль спустили на воду 13 лет назад. Все согласятся, что это очень плохо для начала. 13 дней назад у них начались неприятности и вцепились в них, как ракушки в корпус. Ни за любви, ни за деньги. Вы ни одного из них не уговорите подняться на борт, сэр». «Это несчастное перечисление вызвало холодок у всех, за исключением, может быть, мистера Харлана и меня. Я не суеверен по отношению к некоторым вещам. Больше того, число 13 для меня скорее счастливое, но я хорошо знал, что моряки упрямы и пугливы. Поэтому я сказал агенту, «Закрасьте название Небуходонасар и замените другим, какой вам понравится. Сделайте это немедленно, до того, как мы начнем набирать экипаж. После этого Неду нетрудно будет подобрать людей». «Я это сделаю», — сразу сказал мистер Харлан. «Назову корабль Гладис Ха в честь моей маленькой дочери. Это должно принести удачу». Нед одобрительно кивнул. Было очевидно, что эта мысль ему понравилась и устранила самое серьезное затруднение перед плаванием. «А теперь», — продолжал агент, «необходимо обсудить условия». Условия оказались щедрыми, хотя должен сказать, что деньги не играли роли в моем решении согласиться участвовать в плавании. Я смог уже скопить достаточное состояние, часть которого пошла на строительство чайки. «Я буду владеть третью этого корабля». На самом деле, мной руководило стремление что-то делать и непредалимая страсть к приключениям. Как сказал мой отец, борьба с океаном всегда полна сюрпризов, и когда плывешь на таком корабле, как покалеченный Небуходонасор, плавание обязательно окажется интересным. Но на следующий день это нелепое название закрасили, и еще до того, как я впервые ступил на палубу, Барк был переименован в Гладис Ха и был великолепен в новой окраске и с новыми снастями. Для поверхностного наблюдателя старый корпус выглядел вполне мореходным, но Нед Бриттон спустился вниз, осмотрел заделанные течи и вышел, качая головой. «Если погода будет хороша, а груз прочно закреплен, он», — сказал он мне, — «мы можем пройти, но если эти большие стальные балки в трюме сдвинутся, весь корпус превратится в сито». «Не говори так, Нед», — сказал я, — «нам придется рискнуть». Нед не тот человек, который отказывается от риска, поэтому он держал рот закрытым и за три дня набрал необходимое количество матросов. Подбор был хороший, все матросы опытные и надежные, и, познакомившись с ними, я остался доволен. Два или три человека были новыми в наших краях, они непочтительно улыбались, видимый возраст и размеры, но я не обращал на это внимания. Я на самом деле всего лишь мальчик, и удивительно, что они согласились плыть под моей командой. Мой помощник, однако, выглядел моряком на каждый дюйм и немедленно завоевал их уважение, а репутация моего отца как смелого и искусного капитана заставляла терпимей относиться к его сыну. Плавание предстояло долго, потому что мистер Харлан предложил мне плыть до мыса Горн, все время держась в виду берега, чтобы в случае чрезвычайного положения я мог подвезти корабль к берегу и выбраться на него. Это позволило бы нам спасти ценный груз, даже если корабль погибнет. Металлоконструкции стоят того, чтобы о них позаботиться, уверял меня мистер Харлан. «Когда дойдете до мыса, сказал агент, не торопитесь и ждите хорошей погоды, чтобы его обогнуть. Торопиться некуда, и к тому времени, как вы туда доберетесь, должны быть самые благоприятные условия в году. Выйдя в Тихий океан, продолжайте держаться берега до Сан-Педро, а затем ждите от меня дальнейших инструкций по телеграфу. Вы, конечно, знаете, что груз предназначен строительной фирме Райт и Лендерс, и когда вы прибудете, эта фирма организует разгрузку. Я перенес вещи на борт, ищел свою каюту приятной и достаточно просторной. Я взял с собой библиотечку, потому что плавание займет большую часть зимы. По той же причине у нас было много продовольствия, и продукты были хорошего качества. Мои черные островитяне Нукс и Бриония были совершенно равнодушны ко всему, кроме того, что мастер Сэм куда-то отправляется и берет их с собой. Бри стал нашим коком, причем отличным. С ним на камбузе мы были уверены, что будем наслаждаться едой. Нукс действовал как стюарт и присматривал за каютами офицеров. Он был удивительно активен и абсолютно надежен в минуту необходимости. Я знал, что всегда могу на них рассчитывать. Они умны, действенны и будут до конца верны. Мы решили уйти с приливом в полдень в среду 19 сентября. Утром все приготовления были завершены, и я отправился на берег для последнего совещания с агентом и для прощания с отцом. Глава 2 Я перевожу необычного пассажира Верфь расположена по эту сторону гавани и представляет собой полную деятельность и картину, потому что кроме нашей замечательной чайки, почти законченной и такой прекрасной, что она привлекала взгляды всех восторженных зрителей, здесь строилось еще несколько кораблей. На Верфи в одном из строительных офисов я встретился с отцом и мистером Харланом, и когда мы разговаривали, вошел человек, коснулся шляпы и сказал, «Могу я поговорить с капитаном Стилом?» Ему лет 30, он худой и долговязый, и считался бы рослым, если бы не сутулился. Лицо красивое и чувствительное, глаза большие и серые, и скорее мечтательные, чем стревожные. Серые глаза обычно бывают проницательными. Раньше такими отвлеченными и мечтательными я видел только карие или черные глаза. Волосы у этого человека густые, длинные и светлые, почти цвета песка. Одет хорошо, но небрежно и явно нервничает. К нам он обратился с едва сдерживаемым возбуждением. Я заметил, что руки у него большие и хорошо знакомы с трудом, и он постоянно жемал и ржемал их, переводя взгляд с одного из нас на другого. «Я капитан Стил», — сказал мой отец. «Тогда, сэр, я хочу попросить вас об услуге. Назовите ее. Я хочу, чтобы вы взяли меня и мой автомобиль в плавание в Лос-Анджелес». Мистер Харлан рассмеялся, и я сам не мог сдержать улыбку. «Я не тот капитан Стил, который вам нужен», — сказал мой отец. «Вот с кем вы должны иметь дело», — сказал он, указав на меня пальцем. Незнакомец повернулся ко мне, но к моему удовлетворению, казалось, нисколько не удивился, увидев мальчика. «Я прошу вас о большой услуге, сэр», — очень серьезно сказал он. «Прошу вас удовлетворить мою просьбу». «Автомобиль», — воскликнул я. «Да, сэр». «Ваша просьба необычна», — сказал я, собираясь отказаться, но вежливо, потому что что-то в этом человеке было очень привлекательно. «Мы не пассажирский корабль, а медленное торговое судно и плывем долгим маршрутом через мыс Горн». «Время не имеет значения», — ответил он. «Важно только одно». «Что именно?» «Расходы?» «Мы удивленно смотрели на него». «Позвольте мне объяснить», — сказал он, по-прежнему глядя на меня умоляющими глазами. «Я изобрел автомобиль, ну, не совсем автомобиль, это правда, но за неимением лучшего названия я его назвал так. Я годами экспериментировал и строил его. Это все дело моих рук и исключительно моего мозга. Сейчас он закончен во всех отношениях. Но я обнаружил, что истратил почти каждый доллар из своих скромных средств. Иными словами, сэр, моя машина привела меня к банкротству». Он замолчал, и я, уловив насмешливый взгляд мистера Харлана, сказал, «Это старая история, сэр. Вы в ней сомневаетесь?» «Нет, я хочу сказать, что это вполне естественно». «Может быть», — ответил он. «Видите ли, я не думал о деньгах, только об успехе. Но теперь, добившись, наконец, успеха, я видел, что мне нужны деньги. Мой единственный родственник — богатый дядя, живущий в Посадене, Калифорния. Но у него такой эксцентричный характер, что если я обращусь к нему за деньгами, он сразу откажет. Большинство богатых людей обладают такой же эксцентричностью», — заметил я. «Но в коммерческом отношении он гений, и если увидит мою машину, я совершенно убежден, что он даст мне денег. Мне нужно построить фабрику, производить машины и продавать их, уверяя вас, джентльмены», — сказал он, обводя всех взглядом. «Моя машина замечательная, и это настоящее изобретение». Мы кивнули. А спорить такое скромное утверждение невозможно. «Я хочу привезти свой автомобиль в Лос-Анджелес, причем как можно дешевле. Железная дорога требует за перевозку очень много, и у меня нет на это средств. Я случайно узнал, что ваш корабль идет в тот самый порт, которого я хочу достичь. И я поторопился сюда, чтобы попросить вас взять меня. У меня есть только 200 долларов. Последнее должен, сожалению, сказать из моего скромного наследства. Если вы нас отвезете, я буду очень благодарен за вашу доброту». Мне стало жаль этого беднягу. «Но я, вероятно, не смогу вас взять», сказал я. «Мы уплываем сегодня, и все трюмы подготовлены к плаванию, а люки закрыты. «Я не хочу ставить машину в трюм», ответил он с необычным рвением. «Прошу только найти ей место на палубе, где она не будет мешать. Я сам ее закреплю и буду за ней присматривать, чтобы она не причиняла вам неприятностей. Боюсь, вы не успеете доставить ее на корабль вовремя. Она уже погружена на плоскодонку, которая за час достает ее на Гладис Х, если у меня будет ваше разрешение». Я удивленно посмотрел на него. «Кажется, вы заранее решили, что получите разрешение». Чуть резко сказал я. «Нет, сэр. Дело совсем не в этом. Я не наглый человек, сэр, уверяю вас». Но я расспросил о капитане Стиле и узнал, что это хороший и добрый человек. Поэтому, чтобы не терять времени, получив ваше разрешение, я погрузил машину на плоскодонку. Мистер Харлан откровенно рассмеялся. Повинуясь неожиданному импульсу, я повернулся к нему и спросил, «Могу ли я принять собственное решение по этому делу?» «Конечно, Сэм», — ответил он. «Это ваше дело, а не мое». Я снова посмотрел на незнакомца. Он буквально дрожал от неуверенности. «Хорошо», — объявил я. «Я вас возьму». «За 200 долларов?» «Нет, я отвезу вас бесплатно. Деньги вам понадобятся в конце пути». Он достал платок и вытер лоб, на котором были капли пота. «Спасибо, сэр», — просто сказал он. «Но я должен вас кое о чем предупредить. Барк не в лучшем состоянии. Если не доберется до Сан-Педро, а пойдет на дно, я не несу ответственности за вашу драгоценную машину». «Хорошо, сэр». «Я буду рисковать так же, как вы». «Могу ли я узнать ваше имя?» «Мойт». «Дункан Мойт». «Шотландец». «По происхождению, капитан». «Американец по рождению». «Хорошо, поторопитесь и поместите свои пожитки на борт». «Обязательно». «Спасибо, капитан Стил». Он торопливо надел шляпу и вышел. И когда он вышел, мистер Харлан и отец спросили меня, почему я принял такое решение. «Мне он показался маньяком, Сэм», сказал агент. «Но дело ваше, не мое». «А что тебя убедило его взять?» Удивленно спросил капитан Стил. «Только то, что ему очень нужно было», ответил я. «Может, он и маньяк, свихнувшийся на автомобилях, и, конечно, нелепо везти машину в Лос-Анджелес на торговом корабле вокруг мыса Горн. Но бедняга показался мне джентльменом, и ему трудно приходиться. «Мне показалось, что помочь ему настоящий христианский поступок. Ты можешь причинить ему неприятности, если груз на твоем корабле пожелает сместиться», заметил мой отец, покачав седой головой. «Он не сместится, сэр», решительно ответил я. «Я надеюсь на удачу в этом плавании, и очень вероятно, что найду ее». Агент одобрительно хлопнул меня по плечу. «Вот так и надо говорить», воскликнул он. «Я обязательно уверен, Сэм, что вы благополучно доставите груз в Сан-Педро. Во всяком случае, я ставлю на вас, молодой человек». Я поблагодарил его за уверенность, и, попрощавшись с отцом и нанимателем, храбро вышел и пошел к поджидавшей меня шлюпке. Ждал меня и дядя Набот. Он сидел на планшире. Дядя Набот — это мистер Перкинс, и он важный член фирмы «Стил, Перкинс и Стил», будучи единственным братом моей покойной матери и моим верным и надежным другом. Я считал, что мой дядя в Нью-Йорке, и еще сегодня утром написал ему прощальное письмо в этот город. Но он был здесь и безмятежно улыбался, глядя, как я подхожу. «Что это за глупость, о которой я слышал, Сэм?» — спросил он, тепло пожав мне руку. «Я плыву вокруг мыса Горн», — ответил я. «Везу груз строительной стали на западное побережье в этом старом барке дядя», — ответил я. Он проследил за моим взглядом и посмотрел на корабль. «Что-нибудь в этом особенное?» «Да ничего, кроме приключений дядя. Но это не даст мне заплесневеть до весны, когда спустят на воду чайку. Я устал болтаться на суше». Он начал смеяться, кашлять и задыхаться. И, наконец, с усилием овладел собой. «Я тоже, Сэм». «Вы?» «Устал как черт. Нью-Йорк меня разочаровал, Сэм. Ничего в нем не достойно упоминания. Самодовольные мужчины и накрашенные женщины. Никакого общества, полицейских больше, чем моряков. Стрижка стоит 35 центов, а пятицентовая выпивка, квотер, я чувствовал себя как Аладдин и 40 разбойников. При этом я был Аладдином. Но дядя...» «Рассмеялся я. «Аладдин и 40...» «Неважно. Найдется на борту свободная койка, Сэм». Я рассмеялся, но нет смысла удивляться всему, что говорит дядя на бот. «У меня целая свободная каюта второго помощника». «Отлично. Когда отплываем?» «Точно в три часа, дядя на бот». «Хорошо». Он повернулся и пошел в город, а я задумчиво сел в шлюпку и велел вести себя на Глэдис-Ха. «Хорошо». 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 «Хорошо».